МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какие-то уроки, это было очень здорово. Тем более мы конфет много уже наделали, и можно их до субботы употреблять. Ну, к чему мы это, друзья? К тому, что сегодня у нас гость особенный. И мы рады этой встрече, рады вас познакомить. С Томаков Илья Николаевич, директор школы номер 29. Доброе утро, страна. Утро доброе. Ну, я спешу отметить, что это самый молодой директор школы в Чувашии. Так ли это? Ну, я думаю, что самый молодой, но еще был, по-моему, конкурент в Батринском районе, но это было много лет назад, и я не верю, что это было так. Ну, сейчас ему уже, наверное, не дать идти. Сейчас уже нет, поэтому я сам молодой директор. Интересно, а почему вот в таком интересном бомбере, ну, там не 29-я школа прослеживается, а почему-то ЧГО? Ну, все мы родом с Альмаматор, и вот мой университет, который меня выпустил, дал мне несколько образований, это ЧГО, поэтому я делал свой бомбер, как символ того, что я выпускник ведущего вуза республики. Ну, в таком случае, я думаю, что Илья Николаевич не будет против, если мы будем общаться на «ты», потому что мы тоже выпускники ЧГО и учились вместе. А мы друг друга поймем сразу. Да, сколько образования дал Альмаматор? Я закончил специалитет, магистратуру и курсы профессиональной переподготовки, то есть три. Отлично. Не устал учиться? Нет. В университете нет, а в жизни, наверное, теперь уже нужно приобретать опыт, больше не теорию, а практику. Век живи, как говорится, век учись, но я не даром тебя спрашиваю об этом, там раз уж школа, раз уж три, образование в ЧГУ и так далее. Раз уж директор. Раз уж директор. В общем, вот тебе такие простые школьные вопросы. Готов? Нет. Нет, придется. Я сейчас как двоечник выходю, к сцене, как вы, к сцене, если сказать. Я не готов. Я не готов, да, говорит. Давай. Продолжите ответ. Пифагоровые штаны? На все стороны равны. Отлично. Теорема Пифагора? Насколько я помню, это прямоугольный треугольник. Это квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Отлично. К какой части речи относится слово «около»? Наречие или предлог? «Около» — это где это наречие? И предлог. И предлог одновременно. В контексте. Кто написал историю государства российского? На этот вопрос всегда хочется ответить. Русский народ, но, конечно, Карамзин. Отлично. А как называется прямая, ограниченная точками? Двумя точками, насколько я помню, это отрезок. Если одна точка, то это вектор. Сколько получает директор школы? Чудесный вопрос. Мы еще все новые директоры школы еще не получали зарплату. Но я надеюсь, что не меньше, чем ведущие, занавители радиокомпании. Хорошо. А что должен сделать директор школы, чтобы заработать на гамбургер? Не поесть саловой своей школьной. Отлично. А какое прозвище было в школе? В школе у меня было прозвище... Мы увлекались очень фильмами, и тогда вышел как раз фильм «Властелин колец». У меня было прозвище, как это странно не будет звучать, белого мага из «Властелин колец». Саруман. Да, так точно. Отлично. Я спешу отметить, что Илью до сих пор так называют, и даже в студенчестве тоже... Наверное, дети скоро в школе тоже так будут. Потом мне списочек принадите, кто еще так называет. Хорошо. Мне кажется, Илья из школы пойдет какие-то другие сферы деятельности работать. Ну, как говорится, главное, чтобы на благо Родины. Отличный посыл! Патриотизм – это здорово! Илья, а кем ты мечтал стать с детства? Вот так вот назад, поворачивая? Почему мечтал? Я сейчас мечтаю. То есть с детства еще не мечтали? Да, я считаю, что я, наверное, эту мечту никогда не достигнула. Такая вот недостижимая. Я всегда мечтал стать дирижером. В детстве пошли первые выпуски, значит, я помню старых песен о главном, песни года в выпуске. И я брал «Бабушкина веретено». Это была моя, значит, дирижерская палочка. Ну, в какой-то степени Илья стал дирижером, только дирижером большой. Начало одинаково. Дир, директор дирижера. Да, большого коллектива, большого количества учителей, учеников. Это тоже ведь труд и колоссальный. Есть какие-то сложности? Либо вот влился, или как-то еще пока непонятно. Ну, как вы думаете, молодой директор, как он вливается в коллектив, который годами уже учит детей, который состоялся уже, который со своими особенностями. Конечно, это было непросто. Тем не менее, у большинства педагогов я заучил с поддержкой первые же дни. Я думаю, что они, если сначала были насторожены, то потом, несомненно, подумали обо мне хорошо. Почему? Потому что я думаю, что и на первых собраниях мы обсудили важные вопросы, затронули какие-то векторы будущего развития школы. Ну и школьники, если первую неделю со мной не здоровались, то сегодня я захожу в школу и слышу «Здравствуйте, здравствуйте». Ну, директор школы, как правило, ведет какой-то предмет, тот или иной. Мы всегда, ну, этот предмет нельзя было пропускать. Ведешь ли ты какой-то предмет, либо в будущее планируешь? У меня нет педагогического образования, но сегодня для требований к директору не запрещают быть без предобразования директором. Я думаю, что моя задача – это управленческое. Я должен создать условия в 29-й школе для того, чтобы педагоги и обучающиеся, которых, кстати, немало, 830 человек, чувствовали себя комфортно. Какой любимый предмет в школе был? Я до сих пор люблю. Я обучаюсь по этому предмету в аспирантуре, это история. История? Замечательно. Поэтому мы на прокурорном зерна узнаем просто вдоль и поперегом. Мне кажется, вопрос. Надо было сразу предвидеть это. Ну, знаешь, аналогия с дирижером, сразу скажу. Вот ты сказал, что вливается сначала в коллектив, потом коллектив учит директорам и директорам, и наоборот, да? Здесь точно так же все. В принципе, и с дирижером обстоят дела. А что сподвигло, собственно, прийти в школу? Почему такое вот, я не знаю, ну, можно же было в какие-то другие сферы прийти? Ну, вы, наверное, знаете о том, что я работал в университете 5 лет. Занимал должность председателя студенческого совета, руководил студенческой организацией. И так случилось, что очень много из университетов я подчеркнул. И после его окончания, я также работал вот уже больше 5 лет. Есть несколько причин, почему я решил пойти в школу. Во-первых, это накопленный опыт в УЗИ. Во-вторых, это семейные традиции. У меня мама педагог, учитель русского языка и литературы в 39-й школе. И мне стало интересно, что это за такое сообщество педагогов, которое обучает наших детей, воспитывает их, потому что базисто закладывается в школе. И поэтому мне очень захотелось закунуться в эту среду и активно поучаствовать в воспитании молодого поколения. Получается? Спустя 3 недели трудно говорить о том, получается или нет. Я думаю, что если мы встретимся с вами под Новый год, я вам на этот вопрос отвечу. Нет, ну просто мне кажется, все равно. Это понятно сразу, когда ты находишься в своем месте или нет. Судя по всему, ты находишься в своем месте. Мы не ищем легких путей. Я думаю, что даже если оно пока не до конца свое, я должен сделать все для того, чтобы в эту среду с головой погрузиться, любить каждого. Илья, вот ты работал со студентами, сейчас ты работаешь с учениками. Вот есть какая-то разница? Либо вот со студентами такая особенность, да, есть с учениками совсем по-другому. Либо вот что студенты, что ученики, все равно учащиеся, да? Несомненно, разница есть, возрастная, психологическая, все это прекрасно понимают. Но я вам хочу сказать о схожести, о том, в чем сходятся и студенты, и школьники. Сегодня я встречался с разновозрастными нашими школьниками, которые будут заниматься экологическими мероприятиями. И все до единого сидят в социальных сетях, мы тоже это направление развиваем, и все они современные. То есть их интересует мобильность, их интересует получение знаний в разной форме, в интересной форме в том числе. И поэтому мы запустили несколько конкурсов, в том числе по экологии, по конкурсной эмблеме нашей школы. Потому что сегодня брендирование – это важная часть. Сколько учеников, напомню? 830. И сколько уже учеников добавилось в социальные сети? В друзьях? Все-таки директор школы – это статусная личность для любого школьника. Вспомни себя в этом возрасте. Да, но некоторые пишут, не добавляясь в друзья. Это хочу отметить. Давай раскроем секрет. Вызывали ли тебя когда-нибудь к директору в школе? Вызывали. Или я? По какому вопросу? Нас вызывали к директору школы. Залоботно было. Да, мы были хулиганены немножко. Почему? Потому что хотелось развлечений, были инициативные. Но в то же время мы вели все концерты, выступали на сцене. Но вот у нас был такой грешок. Мы могли побегать, например, гоняться, поиграть по школе. Я помню, что на первом этаже у нас был чувашский язык. Мы открыли окно и всем классом выпрыгнули в окно. С какого этажа, простите? С первого, с первого. Нормально тогда, да. Учительница пошла мыть тряпку и вернулась в пустой класс. Двери не закрывали на замок изнутри? Закрывали. И двери закрывали на замок. И саботировали. И вообще не пускали. Я помню, что намеренно брали ключ, и потом не признавали, что у кого этот ключ сорвать его. Илья, вот ты помнишь, все-таки, мне кажется, в твоей педагогической практике тебе все равно это пригодится. По какому поводу вы это делали? И как потом с этим бороться? Несомненно, это пригодится. Почему? Потому что в первые же дни в школе я начал вспоминать себя. Потому что и дети начали приходить, и педагоги с разными совершенно вопросами. Поэтому, конечно. Конечно, пригодится. Но мне кажется, вот бегать по школе – это не такой уж грешок. Потому что сейчас, я не знаю… Ну, из окна вылезти, когда учительница пошла. Из окна, да. Подожди, я сейчас договорю потом. Но потому что мне кажется, что современные ученики, они действительно, они только в телефонах сидят, в гаджетах и все, и больше ничего не делают. Или все-таки бегают? У нас такое правило, и педагоги его знают, что на уроках мы все-таки телефон откладываем. И педагоги причем, и ученики. Поэтому мы стараемся на уроках все-таки живое общение развивать, потому что он всегда лучше. А вот в перемену, конечно, они успевают лайкнуть разные фотографии. А побегать? И, к сожалению, побегать. К сожалению, надо радовать. На то оно и детство, на то оно и школа. А что еще запомните, даже маленькие шалости, они только в плюс, ну, маленькие шалости, небольшие. Это какие вот? Интересно, как градировать? Маленькие это шалости? Мы прыгали в резинки, нам тоже не разрешали это делать. Мы уходили куда-то там далеко, за окол, да, и прыгали, прыгали. Да, а еще я не люблю, например, в школе, когда первым уроком стояла физкультура зимой. Ты сначала катаешься на лыжах, а потом переодеваешься, и надо учиться. Ай, сложно было для меня. Мы с физкультурой нас очковали тоже иногда пропускали. Мы не с очковали, но приходилось как-то дальше. Мой любимый предмет. Физкультура? Да. Но ты когда-то весь пот, и потом сидишь на занятии по математике, тебе нужно было решать. Хорошо, что мне она хорошо давалась, собственно говоря, и это меня спасало. Друзья, что еще интересного происходит в современной школе у современных людей, у современных детей, и у современных молодых директоров школы, мы совсем скоро узнаем. Вспоминаю школу и даже скучаю. А в школе даже подумать не могла, что буду скучать. В школе, наверное, думала, скорее бы закончить эти 10 классов, выступить в университет, и уже тогда ходить студенткой с гордо поднятой головой, да? Да, студенткой с гордо поднятой головой я ходила, при этом рядом по коридору ходил наш друг, ну а теперь уже директор школы номер 29, Стамаков Илья Николаевич. Еще раз доброе утро. Еще раз доброе. Ну вот вспоминая студенческие годы, я вот предлагаю повернуть действительно время вспять, окунуться может какую-то в атмосферу, не только студенческие годы, но и вообще в детство. Илья, мы на тебя накопали компроматов, фотоотчетов. Прямо сейчас мы предлагаем тебе посмотреть на большой экран. На каждую фотографию обязательно прокомментировать, ну и мы прокомментируем, и ты в том числе. И что это, кто это вообще? Зачем это так? Ну вот это на 100-две сна, это я мим, видимо, какой-то, честно говоря, даже год не помню, потому что мы гримировались несколько раз тогда, и ничего не получалось. Вот видите, брови такие, как у Леонида Ильича Брежнева, получились черные. Это, несомненно, 100-две сна, студенческие годы. Я спешу отметить, очень красивая помада. Да, мы старались. Очень модный такой цвет, колоритный, да, как говорится. Девчонки на нас отрывались. То есть они практиковали искусство макияжа на вас? Ну, конечно. Следующая картинка и твой комментарий к ней. Что это? Да, это свадьба, свадьба, и кого я здесь... Я, по-моему, то ли импровизированную жучку я играл. Жучку? Да, жучку в сказке, репка известной сказки. В общем, похоже на внучку. То ли зятя какого-то дает. Отличная у вас фантазия. А у меня ассоциация, что это какой-то пионерский лагерь, и там вот был же день наоборот. Там девчонки переодевались в парней, парни в девчонок, и, мне кажется, очень даже кстати... Я точно вспомню, это жучка. Жучка? Это точно жучка, вот видите, лапки поджаты. Отлично. То есть ты в образах. Следующая картинка? Это? Ну, это просто свято для меня, музыкальная школа, баян был выше меня, вот так вот, до носа. И я пять лет с удовольствием ходил, и вот... Эта фотография, кстати, висит в музыкальной школе, которую я заканчивал, мне всегда очень приятно. Ты был отличником в музыкальной школе? Да. Поэтому теперь висит эта фотография. А если бы тебе прямо сейчас дать баян, ты что-то сыграешь? Да, я как минимум цыганочку вам наиграю. Ну, наверное, во всех, ну, как говорится, тусовках и вечерах. Илья с баяном, хочешь сказать? Гитара и баян, это самое то, что нужно на каждую встречу. Баян от гитары очень сильно отличается. Давай следующую фотографию, комментарии. Что это? Ну, давайте покажем, где он. Во-первых, это вот черный мантий. Что вы ему делаете? Я играл, по-моему, опять в студии сна, я играл какую-то тень у вот этого вот главного персонажа, и его склонял к каким-то пакостям, кстати. Вот. У меня была задача вот такого отрицательного героя, и вот я ему на ушко шепчу, что нужно сделать плохо. Вот он общается с девушкой. Как бы это странно ни звучало. Что закончилась эта история? Закончилась победой добра, конечно. Вот, и поэтому все вот эти вот воздухи, они развеялись, в том числе моя тень. Отрицательный персонаж. Отлично. Илья, почему именно, вот все-таки, мне кажется, судя по фотографиям, доставались такие роли отрицательных персонажей? С чем это связано? Это неправда. Мне доставались роли самые разные. Вот в этой студии сне-отрицательной. До этого, насколько я помню, я играл священника с огромным крестом, таким золотым. Мы сделали специально из дерева. Я играл главного героя студии сна, очень комичного. Вот, мы, конечно, отрывались, как могли, на студии сна. А вот откуда эта тяга к сцене? Боян же. Ну, понятно, нет, ты понимаешь, иногда можно сказать, что вот пять лет отучился, и все, Боян заберите, и на дух мне ваша музыка не нужна. А здесь же все-таки дальше больше даже цыганчик человек помнит, откуда это все. Ну, по сцене я могу сказать так, вообще, каких-то бесталантливых людей не бывает. Я считаю, что просто талант надо развить, и в частности, в средней школе. В школе мы всегда выходили на сцену, вели все, практически, концерты, выступали, пели песни, кто что мог. Вот, и поэтому, начиная со школы, я просто, имея вот этот вот, этот вакуум, я в университете быстро занял нишу активиста, для того, чтобы восполнить то, чего мне не хватало после школы. Поэтому, ну, все. Дальше больше. А давайте вспомним, вспомним студенческие годы, вспомним песню, которую Илья пел когда-то, вот, например, «Я огонь, ты вода». Куплетик такой небольшой, припевчик, то есть. Мы готовы попелать. А это спеть меня. Конечно, у нас же утро, мы будем, пробуждаем и поем с утра. Простите, пой. Насколько я помню припев, там поется таким образом. «Я огонь, ты вода, где слова, там песня, там где ты, там и я, словно тень и свет». Ра-та-та, я тебе могу только подсветить. Ра-та-та, как все русские люди. Мы два слова. Веришь или нет в конце. Веришь или нет. Веришь или нет, наш любимый зритель. Но этот человек является директором школы. Вот сейчас сидишь и думаешь, студент студентом. И как здорово, что вот это вот студенчество, эта школьная легкая какая-то такая шалость, она сохраняется. Потому что, ну, мне кажется, человек, чем моложе в душе, тем больше он способен отдать в этот окружающий мир. Что еще интересного хочется сделать? Хочется, я пришел из студсовета, хочется, чтобы у нас в школе был очень сильный, хороший ученический совет. Я постараюсь приложить все силы, в том числе с учениками 11 класса, мы уже нашли общий язык и будем это делать. Тот потенциал, который там есть, еще до конца не раскрыт. А творческих ребят там много? Есть. Еще раз говорю, людей, которые были бы абсолютно серыми, просто нет. Просто нужно развивать, находить и вытаскивать на сцену. Ну да, давайте в таком случае передадим привет всей 29-й школе и поздравим с днем учителя, коллег и учеников в том числе. Дорогие учителя, педагоги, сердечно поздравляю вас с днем учителя. Желаю, чтобы всегда в вашей жизни была удача, всегда вы были здоровыми. Возможно, вы несете самое ответственное служение на благо своей отчизны, а именно воспитания подрастающего поколения. Здоровья вам, счастья и улыбайтесь чаще. С праздником, с днем учителя мы поздравляем вас в том числе. Директор школы номер 29 Тумаков Илья Николаевич сегодня у нас в гостях. И ждем в эфире вновь. Добро пожаловать к нам на телевидении. Спасибо за это утро. Последний вопрос, Илья. Бреешься ли ты? Я хочу вам сказать... Скажи. Я бреюсь, но, к сожалению, не растет. И отлично, и отлично. Понимаешь, те, у кого растет очень часто, те очень испытывают многие, собственно говоря, неудобства. Друзья, как правильно бриться? Прямо сейчас об этом наш следующий репортаж. Илья, тебе спасибо огромное. Спасибо вам.